Севастопольские пещеры и постановки базового лагеря. Когда подготовительная работа выполнена и снаряжение налажено, то можно перейти к самой интересной части экспедиции. Пещера имени Артура Григоряна была открыта еще в конце прошлого века ялтинскими спелеологами и названа в честь ялтинского горноспасателя, погибшего на Айпетре во время поисково-спасательных работ. У входа в полость набита марка с указанием глубины, протяженности и кадастровым номером пещеры. Пещера Григоряна – одна из самых легендарных пещер Крыма, которую очень сложно дается преследовать. Метр за метром, год за годом здесь работают спелеологи, и пройти еще 10 метров к этой пещере считается уже успехом. Два года назад добавили к этой пещере еще 20 метров по глубине, где-то 100 метров длины пещеры добавили. Но чтобы добавить эти, кажется, с точки зрения обыкновенного человека, какие-то метры, потратили 40 человек, экспедиция потратила целых полторы недели. Вот, ежедневно, кропотливая работа. Здесь был поставлен подземный базовый лагерь, и здесь работали спелеологи из Полтавы, Симферополя, Севастополя, Харькова. Сейчас с этой пещерой в основном занимаются севастопольские спелеологи. Ну, я надеюсь, что когда-нибудь нам присоединятся еще такие же любители таких пещер жестких, крымских. Залог безопасности в вертикальных шахтах – это грамотно сделанная навеска. В современной спелеотехнике используется всего одна веревка, что требует от спортсмена серьезного отношения к делу, но в то же время позволяет быстро перемещаться под землей большими группами и на большую глубину. Это тоже был, короче, прикол вороний. Там испанцы навесили веревку, но веревка тоже офигенная, фирменная веревка держит даже немного больше, чем эта. Но дело в том, что размером она была где-то 8 или 7 миллиметров. Когда растянулась, вообще получилось как шнурок. То есть как бы жмара еще хватает, а кроль не держит. И вот он мучился, метром 20, наверное, вылезал, вылезал, наверное, минут 30. Страшно было. Вообще стрелно было конкретно. В колодцах пещеры Григоряна много подвижных камней, которые постоянно норовят улететь вниз. Но поскольку внизу находятся товарищи, то надо приложить все усилия, чтобы транспортным мешком или сапогом не задеть такой камень. Все колодцы в пещере Григоряна очень камнепадны, вот опасны. Перемещение в них лучше всего осуществлять по одному, по двое, не больше. Потому что вот на этом месте, вот здесь, лежала огромная много лет Гриба, которая была длинной сверху замоченной. Никто ее не видел. Потом, когда поднимались, вот один раз, она поднялась, встала вот так вот. И торчала еще целый год. Потом ее откопали и скинули вниз. Грибы килограмм, ну, по лимитировочным подсчетам, килограмм на 200. Если такая гриба падает в колодец, такой вот, большой, в таких больших объемах, то если она попадает в человека, шансы выжить равны нуля. Это так называемый сыпучий колодец. Раньше он был в два раза уже, так как стенки его состоят из каши, глины, перемешку с камнями. И люди проточили его своими телами вот до таких уже более-менее проходимых размеров. Вот. И тем не менее, он в камне паден очень опасен. Проходить его можно только в паде ночи. Вот. Как правило, пещеры, в которых уже побывал человек, пробиты специальными шлямбурными крючьями, так называемыми спитами, на которые крепится веревка. Но старые крючья имеют свойство иногда вылетать. Поэтому с собой необходимо иметь шлямбурный набор. У нас произошла маленькая неприятность. Старый сбит, который был сбит, сломался. Поэтому приходится бить новым. Осадки, выпадающие в горах в виде дождя и снега, устремляются под землю, а именно в карстовые полости. На малых глубинах они проявляются в виде легкой капели, норовящей попасть за воротник или в объектив видеокамеры. А на большой глубине они сливаются воедино и образуют подземные ручьи и реки, выходящие на поверхность сотнями метров ниже от входа в пещеру у подножия горного массива. Та вода, которую сегодня мы видим в пещере Григоряна, завтра выйдет на поверхность мощным потоком из пещеры-источника Узунжи и устремится в Чернореченское водохранилище, питающее весь Севастополь. В пещере, как и везде, вода – это самое главное. Когда люди долго работают в пещере, им надо пить, делать чай, готовить пищу и заливать ацикленовые генераторы, выключить. Поэтому наши предшественники сделали здесь небольшую заводь. Так вот, можно сказать, что вот эта вода – это самая чистая вода, которую может попадать в Севастополь. По спортивным меркам вертикальная часть пещеры не очень сложная, но группа уходит под землю на несколько дней и приходится нести с собой по нескольку транспортных мешков с едой, спальниками и снаряжением. В сочетании с узкими местами это замедляет передвижение. Вот, сейчас тут не очень удобный участок, вертикальная лужа. Вот. Основная сложность состоит в том, чтобы не потерять контроль над веревкой в этой лужности. Хотя, в принципе, при падении можно и застрять, но все равно будет неприятно. Во время нахождения под землей человек успокаивается и расслабляется, но при этом нельзя забывать об опасностях подземного мира. Два года назад на этом месте, при прохождении этой узости, здесь придавило человека. Вот этой вот глыбой, которая вот здесь сейчас лежит на дне. Впала она с двух метров. Без помощи товарища он выбраться бы не смог. И эту глыбу поднимали вверх, обратно в щель, и здесь человек лежал, его вытаскивали по низу вот этого хода. Вот. Если бы рядом не оказалось людей, никто не знает, чем бы это все закончилось. Вот такие истории. А чем это все закончилось? Закончилось ничем, гематомой и еще большим желанием заниматься спелеологией. При всей серьезности отношения к делу, спелеологи не теряют чувства юмора и вполне способны шутить над собой. Я в неандре лежу хохоча, надавной два на больших кирпичах, и застрял я там вниз головой, хотя, в общем, доволен собой. Вот и закончилась череда вертикальных колодцев. Впереди самое сложное. Узкий извилистый меандр, по дну которого идет водоток. В следующей серии вы увидите жизнь спелеологов в подземном базовом лагере, работу по расширению непроходимых усостей и многое другое. В этом деле самое главное правильно встегнуть веревку в спусковое устройство. А учитывая, как много у нас разных веревочек, шнурочков, ниточек, транспортные мешки, педальки, это очень сложно. Через 20 метров мы выходим на зону водотока, то есть вход заполненный водой и, грубо говоря, на подземную реку. Ее питание и разгрузка пока нам не сло. Все это только в процессе исследований мы будем выяснить. В наших исследованиях нам помогают наши старшие товарищи, спелеологи с 40-летним стажем, которые уже кто 20, кто 30, кто 40 лет, которые занимаются спелеологией, которые стояли, люди стояли у истоков, это спелеологи вообще всесоюзной. Как известно, спелеосекция первая в Союзе образовалась в Севастополе, организованная в 1958 году. Когда еще начинались только первые экспедиции, комплексных карстных экспедиций под руководством Дублянского профессора, Иванова, уже в Севастополе была организована такая секция. Под землей время течет по-другому. И, выйдя на поверхность, мы очень удивились опустившейся темноте. Я даже не знаю, откуда я влезу. В общем, я доволен собой. Теперь ты почувствовал себя человеком, да? Да, да. Слился с природой, как червь прополз там куда-то, чего-то. Мне очень хорошо. На вопрос, зачем люди ходят в пещеры, никто из спелеологов толком ответить не может. Возможно, чтобы выйти из них и провести время в теплой компании единомышленников. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин